По данным компании ТНС Украина, это чрезвычайное происшествие привлекло наибольшее внимание интернет-пользователей. Мы попросили, сказали, мы понимаем, что у вас здесь не все может быть удобно для инвалидной колядки. Но можно мы подъедем туда ближе к вам, чтобы, может, хотя бы девушка посмотрела, как у вас тут заведение и, может, сфотографировалась с вами? На что он отмахнулся и сказал, мне некогда, и вы там не проедете, что вы там будете делать, у нас все неудобно, мне надо людей запускать. Возмущению друзей, да и всей очереди, которая пропускала девушку ко входу, не было предела. Однако Вика ссорится и что-то доказывать не захотела, а попросила просто отвезти ее оттуда. Но вы знаете, мне бы хотелось, чтобы к людям с особыми потребностями относились нормально. Я не хочу, чтобы у этого человека были какие-то проблемы, там, на работе или где-то. Я просто хочу, чтобы это было как пример, чтобы, когда в следующий раз туда приедет человек с особыми потребностями, прямо перед ним открылись двери. Журналист и режиссер Руслан Горовой, товарищ Вики, который видел все собственными глазами, по приезду сразу поделился досадным инцидентом с общественностью на своей странице в Фейсбук. Новость разлетелась по многим газетам, телеканалам, интернет-изданиям. Была реакция и от руководства учреждения. Мы проверили информацию, просмотрели записи видеокамер, пообщались с Русланом и нашими работниками. К сожалению, случай подтвердился. Осознаем, что обошлись жестоко и вполне чувствуем вину за этот недостойный поступок. Поскольку поведение работника Краевки противоречит ценностям нашей компании, принято решение о его увольнении. Руководство пообещало исправить ситуацию и обеспечить комфортное пребывание людям с особыми потребностями в ближайшее время, а потом отчитаться о проделанной работе. Жемчужина украинских традиций. Здесь современные непринужденно переплетаются с прошлым. Сочетание самобытности и оригинальности создали идеальный образ города-музея, где находится много памятников культуры Украины. Именно таким мы привыкли видеть Львов. Жаль, что вместе с этим в наше восприятие стремительно пытается ворваться другая ассоциация с Львовом. Львов – город дискриминации. Ведь именно здесь до этого инцидента произошло еще два примера грубого отношения к инвалидам только за этот год. Так больного ДЦП Романа Кисляка выгнали из кафе. Он вроде как показался подозрительным. Руководство заведения уже попросило у Романа прощения, а работников ресторана привлекли к общественным работам для помощи людям с инвалидностью. Роман обидчиков простил. После этого жена президента Марина Порошенко встретилась с ним за чашечкой кофе. Еще один случай. На своей странице в Фейсбуке одна из пользователей соцсети сообщила. Ее друга, тоже больного ДЦП, долгое время не пускают в спортивный клуб. Об этом всем слышала и Виктория. Такое отношение для нее не новость. Девушка – мастер спорта по плаванию. В ее активе не одна награда. Однако, это в прошлом. Что такое плавать, Виктория уже и забыла. Потому что в Киеве знают всего два бассейна, куда людей с инвалидностью пускают без проблем. Сейчас у меня рядом бассейн, но я не ходила туда и ничего не спрашивала. Потому что, когда он строился, мне говорили, да нет, надо абонемент еще и на маму покупать. Потому что у вас ребенок с особыми потребностями. Как же она справится? Если честно, то, наверное, надо пойти попробовать. И уже я не верю нашим людям. Потому туда и не иду. Но почему-то я уже не верю нашим людям. Поэтому я не иду. Компания против дискриминации набирает обороты. Все больше правозащитников, активистов поднимают этот больной вопрос для общества. За рубежом другой опыт. Там давно уже вопрос дискриминации по отношению к инвалидам остро не стоит. Это потому, говорят правозащитники, что государство выделяет значительную часть средств, чтобы обеспечить этим людям нормальное существование. Мое личное впечатление, скажем, от первых поездок за рубеж, там, в Соединенные Штаты или в Европу, это огромное количество людей с различными, людей с инвалидностью. Их видно, они там, среди нас. Однако сказать, что в Украине действительно все плохо и люди на каждом шагу нарушают права инвалидов, все же нельзя. Активисты, деятели искусств, политики отмечают, лед все-таки тронулся, хотя бы потому, что за обидой следует переосмысливание поведения. Все, что произошло, меня как друга Вики и журналиста больше радует, есть реакция общества, нормальная реакция общества. Произошел досадный, неприятный инцидент, и его надо как-то разруливать. И общество готово было к тому, чтобы как можно больше людей и владельцы этих заведений узнали о том, что произошло. И меня очень радует реакция владельцев сети, которым принадлежит Краевка, которые написали, что к июню они оборудуют или придумывают концептуально, как они будут двигаться, чтобы их все учреждения могли посещать люди с ограниченными возможностями. И это, я считаю, победа.